Медиа портал Islamindex.ru и компания iMedia представляют Аудиоиздание Полное толкование священного Корана шейха Абдурахмана Ас-Саади Сура Ан-Нахль Пчелы Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Сура 16, аят 1 Всевышний возвестил о том, что Его обещание является истиной и очень скоро сбудется. А все, что непременно сбудется, можно назвать близким. Всевышний также провозгласил, что не имеет никакого отношения к многобожникам, которые приписывают Ему сотоварищей, сына или супругу, и равняют Его с творениями. Он бесконечно далек от всего, что не подобает Его величию или противоречит Его совершенству. После упоминания об этом Всевышний Аллах поведал об откровениях, которые Он ниспосылал Своим пророкам и которые заслужили любовь их верных последователей. Он поведал о них наряду с упоминанием о безупречных качествах, которыми Он обладает в действительности. Всевышний сказал. Сура 16, аят 2. Дух — это откровение, благодаря которому души творений начинают жить по-настоящему. Аллах ниспосылал Его только тем рабам, которые были достойны нести бремя пророчества и могли справиться с этой нелегкой миссией. Они начинали проповедовать неспосылаемое им откровение, основой которого во все времена был призыв к единобожию. Пророки призывали людей познать Всевышнего Аллаха и уверовать в величественные качества, которые свидетельствуют о необходимости обожествления Его одного. Они также призывали поклоняться Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей. Именно ради этого Аллах ниспосылал Писание и отправлял посланников. Все небесные законодательства провозглашали эту доктрину и призывали правоверных бороться против тех, кто не признает этого и исповедует иные воззрения. Затем Всевышний Аллах перечислил доводы, которые свидетельствуют в пользу этой доктрины, и сказал. Сура 16, аят 3. Эту суру иногда называют сурой о милостях, потому что в начале этой коранической главы говорится об основных благах, которыми Аллах наделил творение, а в конце — о второстепенных благах. Аллах поведал о том, что Он сотворил небеса и землю в соответствии с истиной, дабы люди познали величие Творца и совершенные качества, которыми Он обладает. Это также позволяет людям понять, что Аллах поселил их во вселенной для того, чтобы они поклонялись Ему, выполняя предписания, которые были провозглашены устами Божьих посланников. А затем Всевышний Аллах еще раз поведал о том, что Он бесконечно далек от многобожников, которые приобщают к Нему сотоварищей. Он приславен и не нуждается в сотоварищах, потому что является единственным истинным Богом, который достоин поклонения, любви и покорности. После упоминания о сотворении небес и земли, Аллах поведал о сотворении их обитателей и сказал. Сура 16, аят 4. Аллах начал перечислять обитателей земли с упоминания о человеке, самым славном из земных обитателей. Он появляется на свет в виде капли, которую Аллах начинает заботливо растить и увеличивать в размере. Наконец, из нее вырастает человек, обладающий прекрасным внешним видом и совершенным организмом. Аллах осыпает его многочисленными милостями, которые со временем заставляют человека возгордиться и обольщаться своими успехами. В результате человек начинает открыто препираться. Согласно одному толкованию, он начинает препираться со своим Господом, отказывается уверовать в Него, оспаривает правдивость его посланников и отвергает его знамения, забывая о том, как он впервые появился на свет. Он забывает о милостях, которыми его одарил Аллах и которыми он пользуется для его ослушания. Согласно другому толкованию, смысл этого аята заключается в том, что человек появляется на свет в виде капли, которая последовательно переходит из одного состояния в другое до тех пор, пока из нее не вырастает человек, обладающий разумом и способностью разговаривать и самостоятельно рассуждать. А затем человек обретает умение отстаивать свою точку зрения и вести дискуссии. Так пусть же он возблагодарит Господа, наделившего его способностями, которые он никогда не смог бы обрести самостоятельно. Сура 16. Аят 5. Аллах сотворил домашнюю скотину для того, чтобы она приносила вам пользу и служила вашим интересам. Вы используете шерсть, подшерсток и шкуру скотины для изготовления теплой одежды и постелей, а также для утепления домов. А наряду с этим вы употребляете в пищу мясо этих животных. Сура 16. Аят 7. Аят 6. Аят 6. Аят 7. Аят 7. Аят 7. Аят 8. Аят 8. Аят 8. Аят 8. Аят 9. А. 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 используйте для украшения своего окружения. Всевышний не упомянул о том, что этих животных можно употреблять в пищу, потому что есть мясо мулов и ослов категорически запрещено, а мясо лошадей, как правило, не употребляют в пищу. Более того, запрещается резать лошадей для употребления их мяса в пищу, поскольку это может привести к резкому уменьшению числа голов в стаде. Но в достоверном хадисе, переданном Аль-Бухари и муслимам, сообщается, что пророк разрешил употреблять в пищу конину. Всевышний также поведал о том, что после неспослания Корана будут сотворены многие вещи, о которых люди даже не ведали. Люди изобретают различные вещи, которые используются на суше, на море и в небе. Они используют эти изобретения в своих интересах и извлекают из этого пользу. Аллах не назвал эти изобретения по именам, потому что в священном писании упоминаются имена только тех вещей, которые знакомы рабам Аллаха и которые они могут сравнить с другими похожими вещами. Если бы в Коране упоминались названия вещей, которые не существовали во времена неспослания этого писания и подобных, которым люди не видели в те далекие времена, то люди не могли бы осознать даже сущности этих вещей. И поэтому Аллах неспослал откровения с широким смыслом, которое распространяется на все вещи, известные или неизвестные творениям. Таким же образом Аллах поступил, когда рассказывал о райских прелестях. Он назвал поименно фруктовые деревья, которые будут похожи на те, которые люди видят на земле. Это финиковые пальмы, виноградники, гранатовые деревья и многие другие. А райские деревья, которые не похожи на земные растения, Аллах упомянул в следующем откровении с широким смыслом. «В них обоих есть от всех фруктов по паре». Сура 55, аят 52. В обсуждаемой нами суре Аллах вначале упомянул о транспорте, который был известен людям во времена неспослания Корана. Это лошади, мулы, ослы, верблюды, корабли. А все остальные транспортные средства Аллах упомянул в откровении с общим смыслом, когда возвестил о творениях, которые были совершенно неизвестны людям. После упоминания о земных дорогах, передвигаться по которым людям удавалось на верблюдах и других сотворенных Аллахом верховых животных, Всевышний Аллах поведал о духовном пути, который приводит людей к Нему. Всевышний сказал. Сура 16, аят 9. Прямой путь – это самый короткий путь, ведущий к Аллаху и обители божественной милости. А дороги, которые уводят в сторону, – это воззрения и деяния, которые противоречат прямому пути, отдаляют человека от Аллаха и приводят его в обитель вечного несчастья. По воле Аллаха праведники следуют прямым путем, а заблудшие сбиваются с этого пути и сворачивают в сторону. Если бы Аллах пожелал, то все люди последовали бы прямым путем. Однако Аллах соизволил проявить милость и великодушие по отношению к некоторым людям, которых Он наставил на прямой путь, а остальных людей Он лишил верного руководства по своей мудрости и справедливости. Сура 16, аяты 10-11. Субтитры создавал DimaTorzok В этом аяте Всевышний Аллах обратил внимание человека на безграничное могущество Господа и призвал людей поразмышлять над этим. Благодаря своему могуществу Аллах ниспосылает воду из нежных облаков, в которых она оказывается в изобилии только благодаря его милосердию. Люди утоляют этой водой жажду, поят домашнюю скотину и поливают посевы, которые приносят им обильные урожаи и многочисленные блага. Сура 16, аят 12. Аллах пожелал, чтобы ночь и день, солнце и луна, а также звезды, приносили вам пользу и служили вашим интересам. А это значит, что вы не можете обойтись без них. Ночью вы отдыхаете, успокаиваетесь и спите, а днем вы отправляетесь по своим делам, пытаетесь благоустроить свою мирскую жизнь и принести пользу своей религии. Солнце и луна обеспечивают вас светом и сиянием, благодаря которым расцветают деревья, поспевают плоды, вырастают травы и кустарники, исчезает сырость и прекращаются холода, которые причиняют вред как земле, так и телам творений. Эти и многие другие процессы, без которых невозможна жизнь на земле, нуждаются в существовании солнца и луны. Эти два небесных тела, а также многочисленные звезды, являются украшением небес и указывают людям верный путь на суше и на море, когда на землю опускается мрак. Благодаря им люди определяют точное время и ведут летоисчисления. В этих творениях можно найти великое множество знамений, которые Аллах назвал знамениями для людей понимающих. Таковыми являются люди, которые используют свой разум для того, чтобы поразмыслить над смыслом своего существования и тем, что можно увидеть или услышать в окружающем мире. Они не похожи на беспечных невежд, которые смотрят на окружающий мир глазами животных, лишенных разума. Сура 16, аят 13. Аллах сотворил для своих рабов и рассеял по земле разнообразных животных, всевозможные деревья и растения, а также многие другие творения, обладающие различными цветами и приносящие людям различную пользу. Все это является знамением, свидетельствующим о совершенном могуществе, всеобъемлющей добродетели и безграничной милости Аллаха. Это также свидетельствует о том, что только Аллах, у которого нет сотоварищей, заслуживает поклонения и обожествления. Однако понимают это только люди, которые вспоминают приобретенные ими полезные знания и размышляют над знамениями, над которыми Аллах приказал размышлять. А наряду с этим они размышляют над тем, о чем свидетельствуют эти знамения. Сура 16, аят 14. Аллах один, безо всяких сотоварищей, побудил моря и океаны служить интересам людей и приносить им всевозможную пользу. Благодаря этому люди ловят в морях рыбу и добывают из них драгоценности, которые служат для них украшением и делают их облик еще более прекрасным. А корабли и судна бороздят просторы ревущих и грозных морей, перевозя на себе путешественников и доставляя их провиант, поклажу и торговые грузы из одной страны в другую. Таким образом люди пытаются заработать себе на существование и снискать милость Аллаха. Он позволил им совершать это и облегчил им достижение поставленных целей для того, чтобы они благодарили и восхваляли его за оказанную милость. Всевышний Аллах действительно заслуживает благодарности, похвалы и восхваления, за то, что он не спасал своим рабам больше щедрот, чем они просили или могли пожелать. Он одарил их всем, о чем они мечтали. Мы возносим ему похвалу, но не можем сделать этого надлежащим образом, ибо только Аллах может восхвалить себя так, как он того заслуживает. Сура 16, аяты 15-16 Для благополучия рабов Всевышний Аллах разбросал по земле могучие горы. Они удерживают землю от колебаний и не позволяют ей беспокоить творение. Благодаря этому люди могут заниматься земледелием, строительством и перемещаться по земле. По своей милости Аллах создал на земле реки, которые берут начало в далеких странах и текут туда, где люди нуждаются в питьевой воде. Ею они утоляют жажду, поят домашнюю скотину и орошают посевы. Аллах сотворил пресные воды не только на поверхности земли, но и под землей, благодаря чему люди могут добывать пресную воду из колодцев. Они добираются до воды и добывают ее из-под земли благодаря различным орудиям труда, пользоваться которыми их научил Аллах. По своей милости Аллах также создал на земле дороги, которые соединяют отдаленные страны, дабы люди могли найти верный путь. И можно увидеть долины, окруженные со всех сторон горными хребтами, среди которых Аллах создал тропы, по которым могут пройти люди. Сура 16, аят 17. После упоминания о своих великих творениях и многочисленных щедротах, Всевышний Аллах возвестил о том, что Ему нет равных и подобных. Разве Аллах, который сотворил все сущее и вершит все, что пожелает, может быть подобен тем, кто не способен творить ни большие, ни малые существа? Неужели люди не образумятся и не поймут, что Аллах, который является единственным творцом, также является единственным, кто заслуживает поклонения? Он один творит и управляет, и один достоин поклонения и обожествления. Сура 16, аят 18. О, люди! Нет у Аллаха сотоварищей. Он сотворил вас и все остальные творения, и вы не должны приобщать к Нему сотоварищей в поклонении. Напротив, вы обязаны искренне служить только Ему одному. Попытайтесь просто сосчитать милости своего Господа, не думая о том, как отблагодарить Его за них. Вам никогда не сделать этого, и тем более, вам никогда не отблагодарить Аллаха за эти милости, потому что Он одаряет своих рабов зримыми и незримыми щедротами каждый миг, при каждом вздохе. Некоторые из этих щедрот люди узнают, а некоторые из них так и остаются непознанными. А наряду с этим Аллах оберегает своих рабов от всевозможных опасностей, которые также невозможно сосчитать. И поэтому среди Его прекрасных имен Альгафур – прощающий, Аррахим – милосердный. Он одаряет людей великими благами, но довольствуется самой малой благодарностью. Сура 16, аяты 19-20. Милость Аллаха велика. Его великодушие безгранична. Его прощение распространяется на всех рабов, а Его знание объемлет все сущее. Он ведает о том, что вы утаиваете или совершаете открыто. Он совершенно не похож на вымышленные божества, которым поклоняются наряду с Ним, поскольку они не способны сотворить ни большого, ни малого, тогда как сами они были сотворены. Да и как они могут стать творцами, если сами нуждаются во Всевышнем Создателе? Сура 16, аят 21-й. Идолы не обладают никакими совершенными качествами. Они лишены знания и других достоинств. Они лишены даже жизни, и поэтому не способны слышать, видеть или размышлять. Разве можно поклоняться таким божествам наряду с Господом миров? Как же глупы многобожники, насколько же извращен и испорчен их разум? Они запутались в самых простых вещах и приравняли творения, которые несовершенны во всех отношениях, лишены безупречных качеств и неспособны к действиям, к Аллаху, который совершенен во всех отношениях и обладает самыми прекрасными качествами. Любое из таких качеств присуще ему в самом величественном и самом безупречном проявлении. Он обладает всеобъемлющим знанием, безграничным могуществом и необъятным милосердием, которое переполняет все миры. Ему присущи слава, величие, высокомерие, и ни одно творение не способны в полной мере постичь его божественные качества. Сура 16, аят 22. Аллах – единственный Бог, который ни в ком и ни в чем не нуждается. Он не родил и не был рожден. Ему нет равных и подобных. Сердца людей, которые обладают здравым разумом и верой, возвеличивают его и переполняются безграничной любовью к нему. Они посвящают ему свои деяния и пожертвования, служат ему душой и телом и восхваляют его прекрасные имена, возвышенные качества и совершенные деяния. А сердца тех, которые отказываются уверовать в последнюю жизнь, не признают поклонения одному Аллаху и надменно отказываются служить ему. Воистину, таким образом поступают только самые невежественные и самые упрямые творения. Сура 16, аят 23. Аллаху известно обо всех отвратительных поступках, которые совершают грешники. Он не любит тех, кто проявляет высокомерие. Более того, высокомерные и горделивые рабы ненавистны ему, и поэтому они получат наказание, которое будет соответствовать роду их злодеяний. Всевышний сказал, «Воистину, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными». Сура 40, аят 60. Сура 16, аят 24, 25. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Насколько неистово многобожники отвергают знамение Аллаха. Их спрашивают о Коране, откровении, которое является величайшей из Божьих милостей по отношению к рабам. И что же они отвечают? Признают ли они эту милость, выражая благодарность Аллаху, или проявляют упрямство, отдавая предпочтение неверию? Воистину, их ответ оказывается грубым и отвратительным. Они говорят, «Мухаммад сочинил Коран и приписал его Аллаху». В его писании собраны легенды о древних народах, которые люди передают из поколения в поколение. Некоторые из таких легенд оказываются правдивыми, а некоторые — лживыми. Многобожники делают такие заявления и призывают своих последователей согласиться с ними. В результате они взваливают на свои плечи не только бремя своих грехов, но и бремя грехов тех невежд, которые последуют их путем вплоть до наступления судного дня. Речь идет о невеждах, которые не имели правильных познаний и знали только то, к чему их призывали нечестивцы. Грехи этих невежд лягут тяжелым бременем на плечи проповедников лжи. Что же касается тех, кто исповедовал неверие сознательно, то они будут самостоятельно отвечать за свои преступления, потому что знали то, что знали проповедники лжи. Как же скверна ноша тех, кто несет бремя своих грехов и грехов обманутых им людей? Сура 16, аят 26. В прежние времена неверующие также строили козни против божьих посланников, пытаясь перехитрить их, чтобы отвергнуть принесенное ими учение. На своей хитрости они строили огромные замки, однако Аллах разрушал их замки до основания. Истина разрушала самое основание неверия, и тогда крыша обрушивалась на головы неверующих, а их козни превращались для них в наказание. Это наказание постигало их оттуда, откуда неверующие его не ждали. Они надеялись, что козни принесут им пользу и защитят их от возмездия, однако это возмездие поражало их там, где они пытались от него укрыться. Это одна из самых прекрасных притч о том, как Аллах разрушает козни своих врагов. Они размышляли над тем, что проповедовали посланники, и пытались дать этому свою оценку, однако они отказывались поверить посланникам и строили свои воззрения на лжи. Они опирались на свою ложь и пытались опровергнуть ею пророческие послания. Они хитрили, пытались навредить посланнику и их последователям. Но всякий раз их козни обращались наказанием для них самих. Они строили козни, которые оказывались губительными для них, потому что их замыслы были зловредными. По этому поводу Всевышний сказал, «Но злое ухищрение окружает или поражает только тех, кто творит зло». Сура 35, аят 43. Таким оказывается наказание в мирской жизни, а наказание после смерти будет еще более позорным. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал. Сура 16, аят 27. Аллах опозорит многобожников на глазах у всех творений, уличив их во лжи и измышлениях против него. Он скажет, «Где божества, которых вы приобщали ко мне в сотоварище, ради которых вы враждовали с Аллахом и его сторонниками?» Многобожники не смогут ответить на этот вопрос, и тогда им останется только признаться в собственном заблуждении и упрямстве. Всевышний сказал, «Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет или считает ложью его знамения?» Они получат удел, отведенный им в Писании. Когда же к ним явятся наши посланцы, чтобы упокоить их? Они скажут, «Где те, к кому вы взывали вместо Аллаха?» Они скажут, «Они бросили нас?» Они сами засвидетельствуют, что были неверующими. Сура 7, аят 37. А праведные богословы засвидетельствуют, что в день воскресения позор и несчастье действительно будут уделом неверующих. Этот аят свидетельствует о превосходстве богословов, которые говорят истину в мирской жизни и будут поступать таким образом в судный день на глазах у всех творений. Из этого аята также следует, что к их словам прислушиваются не только творения, но и сам Аллах. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что происходит с неверующими, когда они покидают этот мир, и что произойдет с ними в день воскресения. Всевышний сказал. Сура 16, аят 28-29. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Стоит обитателям рая пожелать чего-нибудь, как они получают желаемое в самой совершенной форме. Они без промедления получят любое благо, которое только может доставить радость душе и сердцу. И поэтому Аллах одарит обитателей рая всем, что они пожелают, напоминая им попросить его о вещах, которые даже приходили на душе. им в голову. Благословен Аллах, щедрость которого не знает границ, а великодушие которого не имеет конца. Благословен тот, божественная сущность, совершенные деяния и неограниченная власть которого не имеет себе равных и подобных. Он вознаграждает достойным образом своих богобоязненных рабов, которые страшились его гнева и наказания, выполняли обязательные предписания его религии душой, телом и языком, выполняли свои обязанности перед ним и перед его рабами, а также остерегались всего, что он запретил им. Они постоянно совершали только праведные поступки, благодаря чему ангелы упокоили их праведниками. В момент расставания с мирской жизнью они были очищены от скверны и недостатков, которые могли проникнуть в их души и зачернить их веру. Их сердца были преисполнены знания об Аллахе и любви к Нему. Их уста поминали Аллаха и восхваляли Его, а их тела повиновались Аллаху и стремились приблизиться к Нему. И поэтому ангелы встречают их самым лучшим приветствием, которого не удостаивается никто иной, и желают им навсегда уберечься от любого зла. Они говорят, мир вам, вы сумели избежать всего, что может вам не понравиться. Посему войдите в райские сады, которые вы заслужили тем, что уверовали в Аллаха и выполняли его повеление. Воистину, праведные деяния — это важнейшее обстоятельство, позволяющее человеку попасть в рай и спастись от преисподней. И богобоязненные рабы совершают эти благодеяния только по милости Аллаха, а не благодаря своим усердиям и способностям. Сура 16, аят 33. Чего ожидают нечестивцы, которые увидели знамение Аллаха, но не уверовали в них, которые услышали наставление, но не стали руководствоваться им? Либо к ним явятся ангелы для того, чтобы забрать их души, либо они дождутся грозного веления Аллаха, которое обернется для них наказанием, которое они заслужили своими злодеяниями. Воистину, они идут по стопам своих предшественников, которые отвергали истину и отказывались уверовать до тех пор, пока их не постигло наказание. Аллах не проявил к ним несправедливости, когда подверг их возмездию. Они сами были несправедливы к себе, ибо они появились на свет только для того, чтобы поклоняться Аллаху и заслужить его милость. Однако они были несправедливы и отказались совершать то, ради чего они были сотворены. В результате они обрекли себя на вечное унижение и бесконечное несчастье. Сура 16, аят 34. На них обрушились скверные последствия совершенных ими грехов. Прежде, когда посланники предостерегали их от наказания, они насмехались и глумились над ними, но теперь наказание, над которым они насмехались, настигло их. Сура 16, аят 35. Сура 16, аят 35. Многобожники оправдывают свои поступки тем, что Аллах сам пожелал, чтобы они приобщали к нему сотоварищей. И действительно, если бы Аллах захотел, то они не стали бы поклоняться идолам и запрещать убивать и использовать некоторых животных вопреки воле Аллаха. Речь идет о Бахире, Василе и Хаме, и других подобных животных. Однако довод многобожников является неубедительным, ибо в противном случае Аллах не стал бы наказывать неверующих, которые жили в прежние времена, приобщали к Аллаху сотоварищей и заслужили суровое наказание. Если бы Аллах хотел, чтобы они исповедовали неверие, то он не стал бы их наказывать. Но многобожники все равно опираются на этот бесполезный довод, потому что они хотят любым путем опровергнуть истину, которую принесли посланники. И при этом они прекрасно понимают, что не имеют никакого оправдания своим злодеяниям перед Аллахом. Да и как может быть иначе, если Аллах не спослал им повеления и запреты, создал условия для того, чтобы они выполняли возложенные на них обязанности, а дарил их силой и способностью принимать самостоятельные решения? Их попытки оправдаться предопределением Аллаха являются самой великой ложью, потому что каждый человек чувствует, что он способен сделать все, что захочет, причем никто не оказывает ему при этом сопротивление. Из этого следует, что многобожники одновременно отвергают Аллаха и его посланников, а также здравый смысл и материальные истины. И посланники не будут нести ответственность за это, потому что в их обязанности входила только ясная передача откровения. Они должны были разъяснить истину так, чтобы она дошла до человеческих сердец и чтобы никто не мог оправдаться собственной неосведомленностью. И если посланники донесли до своих народов Божьи повеления и запреты, после чего грешники стали оправдывать свои злодеяния Божьим предопределением, то посланники ничего больше не могли сделать, потому что отвечать рабам предстоит только перед великим и могучим Аллахом. Сура 16, аят 36. Всевышний поведал о том, что небесная истина была до донесена до всех народов земли. Ко всем общинам, которые жили на земле в прошлом или живут на ней по сей день, были отправлены посланники, которые проповедовали одну религию и призывали людей поклоняться одному Аллаху, не приобщая к нему сотоварищей. Однако народы по-разному отвечали на призыв своих посланников, и поэтому они разделились на две группы. Одних Аллах наставил на прямой путь, благодаря чему они последовали путем посланников, изучая и соблюдая Божьи заповеди. А другие отдали предпочтение заблуждению и встали на путь погибели. Пусть же люди путешествуют по земле телом и душой, чтобы они могли увидеть, какая участь постигла тех, кто отвергал истину. Воистину, они увидят много удивительного и убедятся в том, что каждого неверующего непременно ожидает погибель. Сура 16, аят 37. О Мухаммад! Ты делаешь все возможное для того, чтобы люди встали на прямой путь. Но как бы ты ни старался, только Аллах может наставить людей на прямой путь. И если Аллах вводит нечестивцев в заблуждение, то никто не сможет защитить его от наказания Аллаха и великой беды. Сура 16, аят 38. Всевышний сообщил о том, как многобожники, которые отказались уверовать в пророка Мухаммада, приносили самые страшные клятвы о том, что Аллах не станет воскрешать усопших и не сможет воскресить человека из праха. Аллах опроверг их слова и сказал, «О нет, Господь воскресит усопших и соберет их всех вместе в судный день, в наступлении которого невозможно усомниться». Так было обещано, и Аллах не станет изменять своему обещанию. Однако большинство людей являются величайшими невеждами, и поэтому они отрицают воскрешение и воздаяние, мудрость которых Аллах описал в следующем аяте. Всевышний сказал. Сура 16, аят 39-40. Аллах разъяснит людям все сложные и простые вопросы, в которых они расходились во мнениях, прольет свет на истину и разъяснит ее самым убедительным образом. И тогда неверующим станет ясно, что они были лжецами. Совершенные ими злодеяния сильно опечалят, а идолы, на которых они молились вместо Аллаха, не принесут им никакой пользы. Придет веление Аллаха, и они увидят, как вымышленные ими божества станут растопкой для преисподней. Солнце и луна будут скручены, звезды осыплются, и многобожникам, которые поклонялись этим творениям, станет ясно, что они были под власт на Аллаху и постоянно испытывали нужду в нем. Все это не составит для Аллаха труда, ибо если он желает чего-нибудь, то одного его слова достаточно для того, чтобы желаемое свершилось. При этом никто не мешает ему и не оказывает ему сопротивления. Напротив, все происходит именно так, как он того желает. Сура 16, аят 41 Всевышний поведал Воскрески оскорбляют их, причиняют им страдания и подвергают их искушению для того, чтобы они вернулись к неверию и многобожию. Однако они не делают этого, а покидают родную землю и расстаются со своими возлюбленными. Они совершают переселение для того, чтобы повиноваться милостивому, который обещал вознаградить их дважды. Им обещано вознаграждение при жизни на земле, где их ожидает щедрый мирской удел и счастливое бытие. В правдивости этого обещания они убеждаются воучию вскоре после того, как совершают переселение. Они одерживают верх над своими врагами, покоряют страны и приобретают богатые трофеи и неисчислимые богатства. Таково щедрое вознаграждение Аллаха на этой земле. Однако награда, которую Аллах обещал им после смерти устами своего посланника, будет еще лучше. Она не сравнится с благами, которые они получают в этой жизни. Всевышний сказал, «Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше перед Аллахом. Они являются преуспевшими. Господь обрадует их вестью о своей милости, своем довольстве и райских садах, в которых им уготовано вечное блаженство. Они пребудут в них вечно. Воистину, Аллах вознаграждает великой наградой». Сура 9, аяты с 20 по 22. И если бы люди обладали твердым знанием о награде, уготованной для верующих, которые совершили переселение ради Аллаха, то ни один человек не отказался бы от такого испытания. Однако совершают такой поступок только святые угодники, качества которых Аллах описал в следующем аяте. Всевышний сказал. Сура 16, аят 42. Они терпеливо выполняли повеления Аллаха, не нарушали религиозных запретов и стойко сносили тяготы судьбы и уготованные для них страдания и испытания. А наряду с этим они уповали на своего Господа в любых богоугодных начинаниях. Они не надеялись на самих себя, а связывали свои надежды с Аллахом, и поэтому их деяния оказались правильными и принесли им пользу. Из этого следует, что терпение и упование на Аллаха являются основой любого начинания. Человек не добивается успеха лишь в том случае, если ему не хватает терпения для того, чтобы исправно выполнить то, что от него требуется, или если он не полагается на Аллаха и его поддержку. Сура 16, аяты 43-44. Субтитры создавал DimaTorzok О Мухаммад! Ты не первый из людей, который стал Божьим посланником. Не ангелы проповедовали среди людей до тебя и не женщины, а праведные мужи, достигшие совершенства. Они получали откровения, содержащие религиозные предписания и законы. Они ничего не придумывали от себя, и это было милостью Аллаха по отношению к своим рабам. И если вы усомнитесь в том, что прежде Божьими посланниками становились только мужчины, то спросите тех, кто обладает знанием о предыдущих писаниях. Спросите ученых, которые осведомлены о знамениях и писаниях своего Господа, которые изучили эти откровения и постигли их смысл. Все они твердо знают, что Аллах отправлял в различные города и поселения только мужчин, на которых не сходило откровение. Этот аят содержит прекрасную похвалу в адрес ученых и указывает на то, что самым достойным знанием является знание о писании Аллаха. Он приказал людям, которые лишены знаний, обращаться к ученым по всем вопросам, а это значит, что Аллах назвал ученых справедливыми и достойными людьми. Это также означает, что нельзя следовать путем невежественных людей. Аллах доверил свое откровение ученым и разрешил им говорить о своем превосходстве и своих совершенных качествах. И поскольку самым лучшим знанием является священный Коран, истинными учеными являются мусульманские богословы. Они больше других заслуживают того, чтобы их называли обладателями знания. И поэтому далее Всевышний сказал, что не спослал своему пророку напоминание, священный Коран, в котором упоминаются все мирские и религиозные, очевидные и скрытые вопросы, в знании которых нуждаются люди. Аллах не спослал его для того, чтобы пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха приветствует, разъяснил людям коранические аяты и объяснил их подлинный смысл. А остальные люди зачерпнули знания из сокровищницы коранических откровений по мере того, насколько хорошо они готовы к этому и насколько искренне они устремились к Аллаху. Сура 16, аят из 45 по 47. Всевышний Аллах устрашил грешников, которые исповедуют неверие, отвергают истину и ослушаются своего Господа тем, что мучительное наказание может настигнуть их внезапно, когда они не будут даже подозревать о его приближении. Оно может обрушиться на них сверху или поглотить их снизу. Оно может поразить их, пока они будут метаться в поисках богатства, когда мысли о наказании не будут даже приходить им в голову. Оно также может поразить их, когда они будут в страхе ожидать его, но не смогут предотвратить его наступление. Каким бы образом лютая кара не обрушилась на грешников, они не смогут убежать от Аллаха, поскольку полностью находятся в его власти. Однако среди его прекрасных имен Аррауф — сострадательный, Аррахим — милосердный. Он не спешит наказывать ослушников, а предоставляет им отсрочку. Он одаряет их благополучием и пропитанием даже тогда, когда они причиняют страдания его возлюбленным рабам. А наряду с этим он распахивает перед ними врата покаяния и призывает их отречься от злодеяний, которые могут причинить им вред. Он обещает оказать раскаившимся рабам самые большие почести и простить им совершенные ими грехи. Пусть же грешник постыдится своего Господа, ведь Аллах одаряет его своими милостями при любых обстоятельствах, а его грехи продолжают и продолжают возноситься к нему. Пусть же преступник узнает, что Аллах дарует отсрочку, но не предает забвению, и если Аллах однажды схватит его, то никто не защитит его от могущественного и властного Господа. Пусть же он покается в совершенных преступлениях и вернется на путь своего сострадательного и милосердного Создателя. Воистину, человек обязан спешить к безграничной милости Аллаха и следовать путем, на котором можно снискать благоволение милосердного Господа. Воистину, этот путь – это богобоязненность и совершение богоугодных деяний. Сура 16, аят 48. Неужели грешники, которые не желают поклоняться только своему Господу и сомневаются в его величии и совершенстве, не наблюдали за многочисленными творениями Аллаха. Тень этих творений смещается то вправо, то влево. Все они падают ниц перед своим Господом и смиряются перед его величием. Они беспрекословно подчиняются его воле и полностью находятся в его власти. Сура 16, аят 49. Все животные, обладающие даром речи или безмолвные, а также благородные ангелы, поклоняются Аллаху и падают ниц перед ним. Это откровение является примером включения частного в общее. Аллах вначале упомянул обо всех творениях, а затем особо отметил ангелов, потому что они превосходят остальные создания, обладают многочисленными достоинствами и усердно поклоняются своему Господу. Они не проявляют высокомерия перед поклонением Аллаху, несмотря на свою многочисленность, свой величественный нрав и свою недюжинную силу. По этому поводу Всевышний также сказал «Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами Аллаха». Сура 4, аят 172. Сура 16, аят 50. Аллах похвалил ангелов за то, что они подчиняются своему Господу и смиренно выполняют его повеления. Он также похвалил их за то, что они страшатся Аллаха, который превосходит их по местонахождению, положению и совершенству, перед могуществом которого унижены все творения. Ангелы ведают об этом и выполняют все, что им велено. Стоит Всевышнему Аллаху приказать что-либо, как они выполняют его распоряжение по доброй воле. Все творения преклоняются перед Всевышним Аллахом, но существует две формы такого поклонения. Первая форма – это вынужденное поклонение и признание его совершенных качеств. Это относится ко всем творениям без исключения, будь то правоверные или неверующие, праведники или нечестивцы, безмолвные животные или другие твари. Вторая форма – это добровольное поклонение. Она присуща только правоверным рабам, святым угодникам, ангелам и некоторым другим творениям. Сура 16, аяты 51-52. Всевышний повелел поклоняться ему одному, не приобщая к нему сотоварищей. Необходимость такого поклонения объясняется тем, что только Аллах одаряет своих рабов благами. Нельзя поклоняться вымышленному божеству, приравнивая его к Аллаху, поскольку есть только один Бог, обладающий величественными качествами и совершающий достохвальные деяния. Никто не разделяет с ним божественной сущности, прекрасных имен, совершенных качеств и достохвальных деяний. И никто не должен разделять с ним поклонения и обожествления. Вот почему далее Аллах приказал бояться его, выполняя его повеления, не нарушая его запретов и не приравнивая к нему творения. Воистину все они являются всего лишь рабами Аллаха. Они обязаны неустанно служить Аллаху, поклоняться ему и унижаться перед ним. Искреннее поклонение Господу должно быть неотъемлемым качеством творений. Сура 16, аяты с 53 по 55. Не бойтесь творений, которые обитают на земле или небесах, потому что они не способны причинить вам вред или принести вам пользу. Только Аллах одаряет вас своими благами и щедротами. Все зримые и незримые блага, которые вы имеете, являются милостью Аллаха, который не нуждается в сотоварищах. Когда вас постигают болезни, нужда или другие напасти, то вы громко и смиренно молите Господа об избавлении и помощи. Вы прекрасно понимаете, что никто иной не сможет избавить вас от неприятностей. И если только Аллах одаряет вас благами, которые вам нравятся, и оберегает вас от напастей, которые вам ненавистны, то поклоняться вы должны только ему одному. Однако многие люди поступают несправедливо во вред себе. Они благодарят Аллаха за его милости только тогда, когда хотят, чтобы он избавил их от несчастья. Но стоит им благополучно избавиться от беды, как они начинают приобщать к Аллаху в сотоварищи жалкие и беспомощные творения. Они неблагодарностью отвечают на милость Аллаха, который избавляет их от трудностей и несчастий. Пусть же они пользуются ничтожными земными благами. Очень скоро они узнают о печальных последствиях своего неверия. Всевышний поведал о невежестве и несправедливости многобожников, которые измышляют ложь об Аллахе и велят отдавать часть имущества идолам, которые лишены всяческих знаний и не способны принести пользу или причинить вред. Аллах одаряет многобожников земными благами, а они пользуются ими для того, чтобы поклоняться вымышленным богам и искать милости высеченных из камней и стуканов. Всевышний сказал, они предназначают Аллаху долю того, что он вырастил из посевов и скота, и по своему разумению говорят, это Аллаху, а это нашим сотоварищам. То, что предназначено их сотоварищам, не попадает Аллаху, а то, что предназначено Аллаху, попадает их сотоварищам. Скверно то, что они решают. Сура шестая, аят сто тридцать шестой. Всевышний также сказал, скажи, что вы скажете об уделе, который не спасал вам Аллах и часть которого вы объявили запретной, а часть дозволенной. Скажи, Аллах позволил вам это, или же вы возводите навет на Аллаха. Что думают о дне воскресения те, которые возводят навет на Аллаха? Воистину, Аллах милостив к людям, но большинство их неблагодарно. Сура десятая, аяты пятьдесят девятый, шестидесятый. Таковых Аллах подвергнет самому ужасному наказанию. Сура шестнадцатая, аяты с пятьдесят седьмого по пятьдесят девятый. Язычники называют ангелов, которые являются приближенными рабами, дочерьми Аллаха. О себе они оставляют сыновей, испытывая безграничное отвращение к дочерям. Когда кому-нибудь из них сообщают весть о рождении девочки, лицо его чернеет от печали и великой скорби. Весть о рождении девочки не радует его, и он пытается скрыться от людей для того, чтобы не посрамиться на глазах у сородичей. А затем ему в голову приходят дурные мысли о том, что делать с новорожденной девочкой, весть о которой принесла ему столько неприятностей. Он решает оставить себе эту девочку, закрыв глаза на позор и унижение, или похоронить ее живьем. Именно таким образом поступали язычники, которые заслужили порицание Аллаха. Как же скверны были их суждения и решения. Они приписывали Аллаху то, что не подобает его величию, и верили в существование его детей. Но они недовольствовались этим и называли его детей дочерьми, хотя им было известно, что женский пол уступает мужскому. Более того, сами они испытывали отвращение и ненависть к дочерям. Как же они могли приписывать такое Всевышнему Аллаху? Воистину, их суждения были отвратительны и ужасны. Многобожники описывали Аллаха скверным образом, и поэтому Аллах возвестил, что в действительности скверного описания заслуживают именно неверующие, которые отказываются признать последнюю жизнь. Их качества преисполнены недостатков и пороков, тогда как Аллах обладает самыми совершенными качествами. Какое бы совершенство ни существовало на свете, Аллах заслуживает его в наибольшей степени. Что же касается пороков, то они не имеют к нему никакого отношения. А наряду с этим знание о прекрасных качествах Аллаха живет в сердцах его возлюбленных рабов, которые возвеличивают, почитают и любят своего Господа, стремятся к нему и желают познать его. Среди его прекрасных качеств Аль-Азиз, могущественный, Аль-Хаким, мудрый. Все творения покорны его могуществу и расставлены по своим местам благодаря его мудрости. Его повеления и деяния свидетельствуют о том, что он достоин всякой похвалы и преисполнен совершенства. Сура 16, аят 61. После упоминания об измышлениях нечестивцев, Всевышний Аллах поведал о безграничности своего терпения и своей выдержки. Если бы Аллах стал наказывать людей за учиненные имени справедливости, без преувеличения и уменьшения их вины, то на земле не осталось бы ни грешников, не всех остальных существ. Даже животные были бы уничтожены, потому что человеческие грехи губительны как для посевов, так и для скотины. Однако Аллах не спешит наказывать людей и откладывает возмездие до установленного срока. И когда наступит день воскресения, никто не сможет отдалить возмездие или приблизить его. Пусть же грешники остерегаются, а слушаться Аллаха, пока им предоставлена отсрочка, ибо очень скоро пробьет час, после которого никто не получит отсрочки. Сура 16, аят 62. Всевышний поведал о том, что многобожники приписывают Аллаху дочерей, которые ненавистны им самим. А наряду с этим они приобщают к Нему сотоварищей, тогда как существование сотоварищей уже является отвратительным недостатком. Они поклоняются некоторым из творений, которые являются всего лишь рабами Аллаха. И если они не согласны с тем, чтобы их рабы, которые являются такими же творениями, как и они сами, разделяли с ними власть над мирскими богатствами, то почему они приобщают к Аллаху сотоварищей из числа его рабов? И несмотря на это ужасное преступление, они лживо заявляют, что им непременно будет уготовано прекрасное вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. Однако Аллах опроверг их заявление и возвестил, что им уготовано адское пламя, в которое они будут брошены. Они никогда не выйдут из преисподней и останутся там на веки вечны. Сура 16, аят 63. Всевышний разъяснил своему пророку Мухаммаду, что он не является первым из божьих посланников, которого люди отказались признать. Многие посланники призывали своих соплеменников поклоняться одному Аллаху, однако сатана приукрасил в их глазах владеяние, и они отвергли божьих посланников. При этом они полагали, что исповедуют истину, которая поможет им избавиться от любых неприятностей, тогда как учение посланников является абсолютной ложью. Сатана обманул их и стал их покровителем в мирской жизни. Они покорились ему, последовали за ним и возлюбили его. Всевышний сказал, «Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая эта замена для беззаконников». Сура 18, аят 50. Такова участь грешников в мирской жизни, а в последней жизни их ожидает мучительное наказание. Они отказались от покровительства милостивого, довольствовались покровительством сатаны и тем самым обрекли себя на унизительные страдания. Сура 16, аят 64. О Мухаммад! Мы не спаслали тебе этот Коран только для того, чтобы ты разъяснил людям истину, относительно которой они разошлись во мнениях. Эта истина касается единобожия, божественного предопределения, религиозных предписаний и воззрений, касающихся последней жизни. Это совершенное руководство и всеобъемлющая милость для тех, кто уверовал в Аллаха и ниспосланное им Писание. Сура 16, аят 65. Всевышний Аллах поведал в этом аяте об одной из величайших милостей, дабы люди поразмыслили над назиданиями и напоминаниями своего Господа. Это поможет им осознать, что только Он является истинным Богом, который заслуживает поклонения. Он один одаряет своих рабов дождевой водой и взращивает всевозможные растения. Он всемогущ и способен вернуть к жизни иссохшую землю, а это значит, что Он способен воскресить покойников. Он ниспосылает удивительные блага и обладает безграничной милостью и великодушием. Сура 16, аят 66. О люди! Аллах подчинил вам домашнюю скотину, дабы она приносила вам пользу и напоминала вам о совершенном могуществе и всеобъемлющей добродетели Господа. Он поет вас молоком, которое образуется в животах скотины между пометом и кровью. Оно не содержит примесей и доставляет удовольствие тем, кто его пьет. Оно утоляет жажду и довольно питательно, и это не является просто законом природы, а свидетельствует о могуществе Господа. Что еще в природе способно превратить корм, который пожирает домашняя скотина, а также пресную или соленую воду, которую она пьет, в такой чистый и приятный напиток? Сура 16, аят 67. Всевышний одарил своих рабов плодами финиковых палем и виноградников, которые также приносят людям многочисленную пользу. Люди используют их в качестве продуктов питания, которые можно употреблять в пищу в свежем виде, а можно высушивать и хранить в течение продолжительного времени. Более того, из них можно изготавливать соки и вино, которое разрешалось употреблять до того, как был неспослан запрет по этому поводу. Когда же это произошло, Аллах отменил разрешение на употребление опьяняющих напитков и заменил их полезными соками и другими вкусными напитками, которые не причиняют вреда. Именно поэтому некоторые толкователи считают, что арабское слово «сакар» означает в этом откровении не опьяняющие напитки, а любые вкусные и приятные яства и напитки. Это толкование представляется более предпочтительным, чем предыдущее. Во всем этом знамение для людей, которые размышляют о совершенном могуществе Аллаха, который выводит из деревьев, похожих на сухие дрова, замечательные и вкусные плоды. И его всеобъемлющие милости, которая распространяется на всех рабов Аллаха, благодаря чему они могут наслаждаться этими плодами. Все это также свидетельствует о том, что Аллах является единственным Господом Богом, ибо только Он одаряет людей этими многочисленными благами. Сура 16, аяты 68-69. Пчелы — это маленькие творения, которым Аллах указывает верный путь, путь самым удивительным образом. Он помогает им добраться до цветочных лугов и найти дорогу обратно в улья, которые пчелы благоустраивают благодаря приобретенным от Аллаха знаниям и верному руководству. Из брюшков пчел выделяется вкусный мед, который бывает различных цветов и оттенков, зависящих от почвы и цветков. Это питье приносит людям исцеление от многих болезней. Все это свидетельствует о безупречной заботе, которую Всевышний Аллах проявляет в своих творениях и его совершенной доброте по отношению к своим рабам. А это значит, что рабы должны всецело посвящать свою любовь ему одному и взывать о помощи только к нему одному. Сура 16, аят 70. Всевышний поведал о том, что именно Он создает творения и последовательно меняет их внешний облик. А когда заканчивается отведенный для них жизненный срок, Аллах упокаивает их. Некоторым из творений удается прожить долгую жизнь, и тогда они превращаются в дряхлых стариков. Они лишаются былой физической силы и прежних способностей, и даже их ум, который является украшением человека, начинает ослабевать. Наконец они забывают все, что им было некогда известно, а их разум уподобляется разуму малолетнего ребенка. Все это творит Аллах, среди прекрасных имен которого Аль-Алим, знающий, и Аль-Кадыр, могущественный. Его знание объемлет все сущее, а его могущество распространяется на все творения. И примером этого является последовательное изменение человеческого облика, о чем Всевышний Аллах сказал. Аллах — тот, кто создает вас из слабости, создает вас из капли или создает вас слабыми. После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину. Он творит, что пожелает, ибо Он — знающий, всемогущий. Сура 30, аят 54. Сура 16, аят 71. Это откровение свидетельствует в пользу единобожия и изобличает порочность многобожия. О люди! Все вы являетесь творениями, которые добывают себе пропитание, однако некоторых из вас Аллах возвысил над другими благодаря богатству. Он сотворил среди вас свободных людей, которые обладают частной собственностью и богатством, а также невольников, которые не имеют собственности в этом мире. И если господа, которых Аллах почтил богатством, не желают делиться им со своими рабами и считают подобный поступок неприемлемым, то почему вы равняете с Аллахом рабов, которые не распоряжаются даже крупицей власти? Почему вы приобщаете творения в сотоварищи к Аллаху? Разве не является это величайшей несправедливостью и отрицанием Божьей милости? Если бы вы признавали оказанную вам милость и признавали своего добродетеля, то не стали бы приобщать к нему сотоварищей. Сура 16, аят 72. Всевышний поведал о своей великой милости по отношению к рабам. Он сотворил для них супругов, в которых они находят успокоение. От них рождаются дети, которые приносят родителям великую радость, оказывают им поддержку, удовлетворяют их нужды и приносят им всевозможную пользу. А наряду с этим Аллах наделил людей благими яствами, напитками и другими осязаемыми милостями, которые рабы не могут даже пересчитать. Неужели после этого люди станут верить в богов, которых прежде не было и в помине, которые были сотворены Аллахом? Неужели они станут верить в тех, кто представлял собой небытие, кто не способен творить и не спосылать пропитание, кто совершенно не обладает властью во вселенной? Это относится ко всем ложным божествам, которым поклоняются наряду с Аллахом. Как могут многобожники равнять их с Аллахом? Как могут они отрицать милость своего Господа и использовать его благо для совершения грехов и исповедания неверия? Разве не является это величайшей несправедливостью, безграничным нечестием и самой ужасной глупостью? Всевышний сообщил о невежестве и несправедливости многобожников, которые поклоняются наряду с Аллахом, вымышленным божествам и считают их сотоварищами Аллаха, хотя в действительности они не распоряжаются пропитанием ни на небесах, ни на земле. Они не способны не спослать дождь, а дарить богатством или вырастить урожай. Они не обладают даже крупицей власти на небесах или на земле, и даже если они пожелают приобрести такую власть, то не смогут добиться желаемого. Если человек не обладает властью, то не исключено, что он обладает достаточной силой для того, чтобы принести пользу тем, кто обращается к нему за помощью. Однако вымышленные божества не только лишены всякой власти, но и не способны приносить какую-либо пользу. И если божества обладают такими качествами, то почему люди равняют их с Аллахом, который владеет небесами и землей, обладает неограниченной властью и силой и заслуживает всякой похвалы? Сура 16, аят 74. Не приводите притч об Аллахе, ибо подобный поступок подразумевает сравнение Аллаха с творениями. Аллах знает истину, а вы не ведаете о ней. Вы не имеете права говорить об Аллахе без соответствующих знаний и обязаны прислушиваться к притчам, которые приводит всезнающий Господь. Сура 16, аят 75. Субтитры создавал DimaTorzok В этом и последующем аятах Всевышний привел две притчи о себе и тех, кому многобожники поклоняются вместо него. В первой притче говорится о рабе, который не имеет никаких земных богатств и не может распоряжаться даже собственной судьбой, а также свободном и богатом человеке, которого Аллах почтил прекрасным уделом и всевозможными благами. Этот богач является великодушным человеком, любит делать добро и раздает пожертвования тайно и открыто. Разве можно сравнить этих двух мужчин? Безусловно, они не равны. Их невозможно сравнить, даже несмотря на то, что они оба являются творениями. И если это так, то как осмеливаются многобожники сравнивать рабов, которые не обладают и не могут обладать властью и могуществом, которые испытывают всестороннюю нужду и зависимость, «С Господом Богом, Который правит всеми творениями и властен над всем сущим». Затем Всевышний Аллах возвестил о том, что Ему надлежит самая совершенная и самая всеобъемлющая хвала. И словно отвечая на вопрос о том, почему многобожники равняют Его с творениями, Аллах сказал, что большинство из них не обладают знаниями. Но если бы они обладали настоящими знаниями, то не осмеливались бы исповедовать величайшее многобожие. Сура 16, аят 76. Субтитры создавал DimaTorzok Во второй притче говорится о человеке, который лишен способности слышать, разговаривать и вершить большие или малые дела. Его господин помогает ему, потому что он не способен позаботиться о себе самостоятельно. Разве можно сравнить этого несчастного, который преисполнен пороков и недостатков, с человеком, который велит поступать справедливо и следует прямым путем, который говорит справедливые слова и совершает правильные поступки. И если их невозможно сравнить, то как можно приравнивать божества, которым поклоняются наряду с Аллахом, которые не способны самостоятельно обеспечить себя всем необходимым и которые существуют только благодаря заботе Аллаха к Всевышнему Господу, который говорит одну только истину и совершает только похвальные деяния. Всевышний Аллах один ведает обо всех тайнах небес и земли. Он один ведает обо всем, что сокрыто от взоров творений. Он знает все сокровенные тайны, одной из которых является знание о времени наступления судного дня. Никто не ведает о том, когда пробьет судный час, кроме Аллаха. А когда это произойдет, людям покажется, что судный час наступил во мгновение ока или даже быстрее. Люди будут подниматься из своих могил для того, чтобы предстать на аресталище великого сбора, и никто больше не получит отсрочки. Аллах властен над всем сущим, и нет ничего удивительного в том, что Он воскресит покойников. Сура 16, аят 78. Всевышний Один одаряет всех многочисленными милостями, одной из которых является ваше появление на свет из утроп ваших матерей. Вы рождаетесь слабыми и беспомощными, а затем Аллах одаряет вас слухом, зрением и разумом. Аллах особо отметил именно эти три качества, потому что они являются самыми славными и самыми прекрасными качествами человека. Они являются ключом к постижению знаний, ибо любые знания, которые приобретает человек, постигаются благодаря слуху, зрению и разуму. Наряду с этим Аллах одарил человека другими органами, благодаря которым человек обладает физической силой и прочими способностями. Аллах заставляет эти органы расти и развиваться до тех пор, пока они не достигают соответствующих размеров и должного развития. Все это обязывает человека возблагодарить Аллаха, используя дарованное ему тело для выполнения Божьих повелений. И если человек не поступает таким образом, то отвечает на Божью милость ужасной неблагодарностью, а дарованные ему способности становятся доводом против него. Сура 16, аят 79. Только правоверные извлекают пользу из Божьих знамений и размышляют над тем, ради чего людям показано столько знамений. Что же касается остальных людей, то они беспечно наблюдают за Божьими знамениями, не извлекая из этого никакой пользы. Почему же полет птиц является одним из знамений Аллаха? Всевышний сотворил их тело пригодным для полета, подчинил им легкий воздух и наделил их достаточной силой для того, чтобы летать в небе. Все это свидетельствует о безграничной мудрости и всеобъемлющем знании Аллаха, его совершенном могуществе и божественной заботе о своих творениях. Благословен же Аллах, Господь миров. Всевышний Всевышний напомнил людям о своей милости по отношению к ним и призвал их ответить на нее благодарностью. Он научил людей строить дома и возводить дворцы и прочие строения, которые защищают их от жары и холода. Наряду с этим они оберегают людей, их потомство и имущество от посторонних взоров. Люди строят в своих домах комнаты, которые они используют в различных целях. Дома помогают людям уберечь от неприятностей свое имущество и свои семьи, а также приносят им иную пользу. А из шкур, шерсти, пуха или волос домашних животных рабы Аллаха изготавливают шатры, которые не обременяют их, когда они отправляются в путь или делают привал. Они не обкладывают шатры камнями и глиной, потому что они даже без этого защищают людей и их провиант от жары, холода и дождя. Из шерсти, пуха и волос домашней скотины люди также изготавливают посуду, ковры, одеяния, корзины и многое другое, что приносит им пользу в мирской жизни. Совершать это людям удается только благодаря тому, что Аллах покорил им земные блага. Сура 16, аят 81 Аллах сотворил тень, которая падает от многих вещей, не созданных человеком. Среди них можно назвать деревья, горы и холмы. В горах Всевышний Аллах сотворил пещеры, которые служат укрытием для людей от жары, холода, дождя и неприятеля. Он также сотворил одеяния, которые оберегают людей от жары. Ранее мы сказали, что в начале этой суры перечисляются основные милости Господа, а в конце – второстепенные. В этом аяте не говорится о том, что одежда защищает людей от холода, потому что оберегание человека от холода относится к основным милостям. Аллах сообщил об этом в начале суры, когда сказал, «Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу». Сура 16, аят 5 К числу Божьих милостей также относятся кольчуги, которые защищают людей от ранений во время сражений. Аллах одарил людей самым совершенным образом, и поэтому всех милостей Господа просто не сосчитать. Быть может, если человек призадумается над щедротами своего Господа, он заметит, что они окружают его со всех сторон, склонится перед его величием, покориться его велением и будет расходовать приобретенные блага только на совершение благодеяний, угодных его покровителю и добродетелю. Воистину, изобилие благ, которыми Аллах одаряет своих рабов, обязывает их еще лучше благодарить и восхвалять Всевышнего Аллаха. Однако несправедливые грешники отказываются от всего, кроме неповиновения и упрямства. И поэтому далее Аллах сказал, Сура 16, аяты 82-83 «О Мухаммад, если они отвернутся от Аллаха и откажутся повиноваться Ему после того, как им напомнят о Его милостях и знамениях, то ты не будешь нести ответственность за их неверие. Помещать веру в сердца людей – это не твоя обязанность. Ты обязан проповедовать истину, давать наставления, увещевать и предостерегать от ослушания. И если ты выполнил свои обязанности, то они будут держать ответ только перед Аллахом». Они увидели много хорошего и узнали о милостях Аллаха, но предпочли отвергнуть их, потому что большинство из них являются людьми неверующими. В них нет никакого блага, и многочисленные знамения Господа не приносят им пользы, потому что их представления испорчены, а намерения зловредны. Они непременно увидят воздаяние, приготовленное Аллахом для каждого, кто упорствует в неверии и притесняет других, кто неблагодарностью отвечает за благодеяние и осмеливается бунтовать против Аллаха и Его посланников». Сура 16, аяты 84-85. Всевышний поведал о том, в каком положении неверующие окажутся в день воскресения. От них не будет приниматься оправдание, и они не избавятся от наказания. Даже идолы, которых они приобщали в сотоварищи к Аллаху, отрекутся от них, и тогда они признаются в том, что исповедовали неверие и возводили навет на Аллаха. Из каждой общины выйдет свидетель, который будет свидетельствовать против нечестивцев и расскажет о том, как они ответили на призыв последовать прямым путем. Этими свидетелями будут самые чистые и самые справедливые творения, Божьи посланники. Они засвидетельствуют истину, и на основании этих показаний Аллах вынесет справедливый приговор. Вот тогда неверующим запретят оправдываться, потому что нельзя оправдать злодеяние, которое человек совершает преднамеренно. В таких случаях оправдание является лживым и не приносит никакой пользы. А если грешники попросят вернуть их в мирскую жизнь, дабы они могли восполнить упущенное, никто не удовлетворит их просьбы и не потребует от них покаяться. Напротив, их подвергнут скорому и суровому наказанию, и после того, как они увидят его, никто не облегчит их участи и не предоставит им отсрочки, поскольку за их душами не будет праведных поступков. Их злодеяния будут подсчитаны и пересчитаны. Им будет предъявлен счет, и они признаются в собственных грехах и будут опозорены. Сура 16, аяты 86-87 В день воскресения многобожники увидят тех, кого они приобщали в сотоварищи к Аллаху. Они осознают порочность своих воззрений, но не смогут отрицать содеянное. Они скажут, «Господи, вот идолы, которых мы считали Твоими сотоварищами. Они не способны помочь нам и заступиться за нас. Они сами заявят о том, что идолы совершенно бесполезны. Они отрекутся от них, и тогда между ними возникнет взаимная ненависть и вражда». Идолы отбросят их слова и скажут, «Вы ничтожные лжецы. Вы поклоняетесь нам и приобщали нас в сотоварищи к Аллаху, но мы не просили вас поступать таким образом. Мы даже не смели предположить, что заслуживаем поклонения и обожествления. Посему порицания заслуживаете только вы». Тогда многобожники изъявят покорность Аллаху и смиренно станут ожидать вынесения приговора. К тому моменту они будут твердо знать, что их ожидает наказание. Вымышленные божества, на которых они рассчитывали, покинут их и окажутся в преисподней. Многобожники возненавидят самих себя, но при этом они будут восхвалять Господа за то, что Он наказывает грешников только за совершенные ими злодеяния. Сура 16, аят 88. В этом аяте Всевышний Аллах поведал о печальном исходе, который ожидает преступников. Они отказались уверовать, отвергли знамения Аллаха, сражались против Божьих посланников, мешали людям встать на прямой путь и превратились в проповедников заблуждения. Они распространяли на земле бесчестие, совершали великие преступления и заслужили великое наказание. Сура 16, аят 89. Всевышний Аллах Всевышний еще раз напомнил о том, что перед каждой общиной предстанет свидетель. И особо отметил благородного пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, который будет свидетельствовать за или против своих последователей. Абсолютная справедливость Всевышнего Аллаха требует, чтобы каждый посланник свидетельствовал только о представителях своей общины, ибо он лучше других осведомлен о поступках своих последователей, лучше других может объективно разобраться в их деяниях и испытывает к ним больше сострадания. По этому поводу Всевышний сказал, «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих». Сура 2, аят 143. Всевышний также сказал, «Что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?» «В тот день те, которые не уверовали и ослушались посланника, пожелают, чтобы земля сравнялась с ними. Они не смогут утаить от Аллаха ни одной беседы». Сура 4, аят из 41 по 42. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что священный Коран разъясняет людям основные и второстепенные вопросы религии, а также излагает законы, действующие в этом мире и последней жизни. В этом писании разъясняется все, в чем нуждаются рабы Аллаха. Истина разъясняется в нем самым ясным и выразительным образом, потому что слова этого писания ясны, а их смысл очевиден и доступен. А наиболее важные вопросы, в регулярном повторении которых человеческие души испытывают нужду, повторяются в священном Коране по несколько раз. Аллах излагает их различными словами и убеждает своих рабов посредством различных доводов, дабы сердца людей могли обрести покой и приносить благие плоды, обилие которых зависит от того, насколько прочно откровение укореняется в человеческих сердцах. Короткие и ясные коранические аяты зачастую обладают сразу несколькими значениями, благодаря чему текст аятов превращается в религиозный закон. А при рассмотрении этих законов необходимо связывать обсуждаемый аят с последующим, потому что из них вытекает множество повелений и запретов, сосчитать которые просто невозможно. И поскольку коранические откровения не спосланы в разъяснении всего сущего, они являются неопровержимым доводом против всех рабов Аллаха. Грешников они лишают малейшего оправдания, а мусульманам приносят огромную пользу. Коран является для мусульман верным руководством во всех духовных и мирских делах и милостью, благодаря которой они добиваются благополучия как при жизни на земле, так и после смерти. Пользуясь верным руководством, мусульмане приобретают полезные знания и совершают праведные деяния. А благодаря милости они обретают вознаграждение в мирской и будущей жизнях, добродетель, духовный покой и совершенство разума. Воистину, человеческий разум становится совершенным только благодаря размышлениям над смыслом коранических аятов, потому что их смысл является самым возвышенным и самым славным. А наряду с этим коранические откровения помогают вершить праведные деяния, придерживаться прекрасных нравственных норм, приумножать богатство, одерживать верх над противниками словом и делом и снискать благоволение Всевышнего Аллаха и Его великую милость, обо всех бесконечных удовольствиях которой известно только милосердному Господу. Сура 16, аят 90 Справедливость, придерживаться которой повелел Аллах, подразумевает справедливое отношение к Аллаху и Его творениям. Для этого человек должен исправно выполнять все возложенные на него обязанности, связанные с его телом и имуществом. Он должен выполнять свой долг перед Господом и беспристрастно относиться к людям, а если он занимает руководящую должность, то обязан надлежащим образом нести бремя этой ответственности. Это в равной степени относится ко всем правителям, президентам, судьям и их заместителям. Справедливостью называются предписания, которые Аллах повелел выполнять и провозгласил обязательными в своем писании и устами своего посланника. Во взаимоотношениях с людьми справедливостью называется правильное соблюдение условий купли, продажи и других сделок. Человек не должен обвешивать и обманывать других во время торговли и несправедливо обходиться с людьми. И если соблюдать справедливость во взаимоотношениях с людьми обязательно, то проявлять великодушие желательно. Проявлять великодушие можно, принося людям пользу своим имуществом, физической силой, знаниями или иным образом. Великодушием считается даже добро, которое человек делает домашней скотине или другим животным. Однако из всех видов добрых деяний Аллах особо отметил пожертвования в пользу родственников. Тем самым Аллах подчеркнул важность поддержания родственных связей и призвал людей делать добро родственникам. Это относится ко всем родственникам, как далеким, так и близким. Но чем ближе родственник, тем больше у него прав на доброе и почтительное отношение. А затем Всевышний Аллах запретил все мерзкие и предосудительные деяния и беззакония. Мерзкими считаются великие грехи, которые признаются отвратительными не только мусульманским шариатам, но и человеческим разумом и подсознанием. К таким грехам относятся приобщение сотоварищей к Аллаху, несправедливое убийство, прелюбодеяние, воровство, самодовольство, высокомерие, презрительное отношение к творениям и другие подобные злодеяния. Предосудительными считаются все грехи, которые связаны с нарушением человеком своих обязанностей перед Всевышним Аллахом. А беззаконием считается любая несправедливость по отношению к творениям, будь то посягательство на их жизнь, честь или имущество. Из всего сказанного следует, что этот аят объединяет в себе все повеления и запреты религии. Нет ни одного религиозного предписания, на которое не распространяется общий смысл этого откровения. Это основа, от которой ответвляются второстепенные предписания шариата. Повеление соблюдать справедливость, творить добро и одаривать родственников включает в себя все повеления Аллаха. А запрет на совершение мерзостей, предосудительных поступков и беззакония включает в себя любые запреты Аллаха. Благодаря этому выясняется прелесть всего, что повелел Аллах, и безобразие всего, что Он запретил. Опираясь на этот критерий, можно оценивать любые изречения или поступки людей. Благословен же Аллах, речь которого является одновременно верным руководством, исцелением, светом и мерилом в любых начинаниях. Вот почему в конце этого аята Аллах сообщил, что разъяснил в Своем Писании истину, повелел совершать полезные деяния и запретил совершать вредные поступки для того, чтобы люди призадумались над кораническими наставлениями и осознали их глубокий смысл. И если они призадумаются над ними, осознают их смысл и станут руководствоваться ими на практике, то сумеют обрести счастье, после которого они никогда не будут опечалены. После того, как Всевышний Аллах повелел выполнять обязательные предписания самой религии, Аллах повелел выполнять обещания и обеты, которые человек самостоятельно берет на себя. Всевышний сказал «Подолжение следует, Сура 16, аят 91» В этом аяте говорится обо всех обетах, которые человек дает своему Господу. Это могут быть обещания совершить обряд поклонения, обеты или клятвы совершить доброе дело. Это также могут быть договора, которые человек заключает с другими людьми, или обещания, которые он обязуется выполнить. Если человек берет на себя подобные обязательства, то он должен выполнить их и по мере возможностей сделать это самым совершенным образом. Вот почему Аллах запретил своим рабам нарушать клятвы после того, как они скрепляют их именем Аллаха. О люди, заключая договора, вы делаете Аллаха своим поручителем, и вам не дозволено нарушать обязательства, за которые вы ручаетесь именем Аллаха. В противном случае вы проявите неуважение к Аллаху и даже пренебрежете им. Если человек доверился вам, понадеялся на вас и довольствовался тем, что вы принесли клятву и признали Аллаха своим поручителем, то вы обязаны сдержать обещания и выполнить то, что скрепили именем Аллаха. Ему ведомо обо всех ваших деяниях, и поэтому каждый человек получит воздаяние, соответствующее его помыслам и намерениям. Сура 16, аят 92 Субтитры создавал DimaTorzok Если вы будете нарушать обещания и договора, то заслужите самого скверного и дурного сравнения. Вас можно будет сравнить с женщиной, которая скручивает плотную пряжу и распускает ее после того, как завершает работу. Она прикладывает усилия для того, чтобы связать пряжу, а затем распустить ее, но не приобретает ничего, кроме разочарования и усталости. Это свидетельствует о недостатке ума такой женщины. Если человек нарушает обещания, то его также можно назвать несправедливым, невежественным и глупым человеком, лишенным набожности, мужества и достоинства. Не подобает вам обращать свои клятвы в средства взаимного обмана. Так поступают только люди, которые приносят клятвы и признают Аллаха своим поручителем, а затем выжидают. И если они чувствуют, что слабы и не способны воспротивиться другой стороне, то выполняют свои обязательства. Они выполняют их не ради того, чтобы сдержать слово и не нарушить клятву, а по причине своей слабости. Но если они чувствуют себя сильными и полагают, что нарушение обязательств принесет им выгоду в мирских делах, то они не выполняют своих обещаний, пренебрегая заветом с Аллахом и данными клятвами. Люди поступают таким образом, когда потакают своим порочным желанием и отдают им предпочтение перед повелениями Аллаха, человеческим достоинством и богоугодной нравственностью. Таким образом, они рассчитывают превзойти остальных людей числом и могуществом. Однако в действительности это является испытанием, поскольку Всевышний Аллах сотворил подобные искушения для того, чтобы выявилась разница между правдивыми людьми и несчастными грешниками. А когда наступит день воскресения, Аллах разъяснит своим рабам все, по поводу чего они расходились во мнениях. И тогда каждый человек получит воздаяние за совершенные деяния, и предатели будут унижены и опозорены. Сура 16, аят 93 Субтитры создавал DimaTorzok Если бы Всевышний Аллах пожелал, то собрал бы всех людей на прямом пути. Он один решает, кого наставлять на прямой путь, а кого вводить в заблуждение. Он поступает в соответствии со своим знанием и божественной мудростью. Если он наставляет людей на прямой путь, то оказывает им милость. Если же он лишает их верного руководства, то поступает с ними справедливо. Люди непременно будут призваны к ответу за совершенные ими добрые и злые деяния. И тогда каждый человек получит самое полное и самое справедливое возмездие за совершенные деяния. Сура 16, аят 94 Не пользуйтесь клятвами для того, чтобы обмануть других людей, потакая своим низменным желанием. Не будьте похожи на тех, кто сдерживает обещания, когда пожелает, и нарушает их, когда пожелает. Если вы станете поступать таким образом, то ваши ноги подкосятся после того, как они твердо стояли на прямом пути. А вам придется вкусить наказание, которое принесет вам печаль и огорчение. Таким будет возмездие за то, что вы сошли с прямого пути и стали вводить в заблуждение остальных. Сура 16, аят 94 Сура 16, аят 95 Всевышний запретил рабам нарушать обещания и клятвы ради ничтожной мирской выгоды. И если вы предпочтете снискать благоволение Аллаха и выполните данные вам обещания, то Всевышний Аллах одарит вас вознаграждением как при жизни на земле, так и после смерти. Поступать таким образом лучше, чем цепляться за тленную мирскую жизнь, если бы вы только знали об этом. Сура 16, аят 96 Отдавайте предпочтение Вечным благом перед благами приходящими. Отдавайте предпочтение мирской жизни, хотя последняя жизнь лучше и дольше. Сура 87, аят 16 Всевышний Всевышний также сказал, но для тех, которые боятся своего Господа, уготованы райские сады, в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Таково угощение от Аллаха и то, что у Аллаха будет лучше для благочестивых. Сура 3, аят 198 Таким образом, Аллах призывает своих рабов не обольщаться мирскими благами. В особенности это касается мирских удовольствий, которые причиняют вред человеку, отвлекая его от выполнения обязательных предписаний религии и побуждая его ставить земные интересы превыше своих обязанностей перед Аллахом. А для того, чтобы человек не обольщался земными благами и не вел аскетичный образ жизни, он должен сравнивать мирские удовольствия с удовольствиями в жизни будущей. Сравнивая их, человек обнаружит между ними огромную разницу и непременно отдаст предпочтение тому, что лучше. Под аскетизмом, который поощряется мусульманской религией, не следует понимать посвящение себя только обрядом поклонения, таким как намаз, пост или поминание Аллаха. Напротив, мусульманин никогда не станет аскетом в правильном понимании этого слова, пока не будет выполнять предписания шариата душой и телом и проповедовать религию Аллаха словом и делом. Настоящий аскетизм – это аскетичное отношение к тому, что не может принести пользы для духовного и мирского благополучия человека, а также стремление ко всему, что приносит пользу и выгоду. И если люди будут терпеливо повиноваться Аллаху, избегать ослушания и воздерживаться от низменных удовольствий, причиняющих вред религии, то они непременно получат вознаграждение, которое будет превышать награду, которую они заслужат своими благодеяниями. Ибо вознаграждение за каждый праведный поступок будет приумножено от десяти до семиста раз и даже более. Аллах не теряет вознаграждение тех, кто творит добро. И поэтому далее Всевышний напомнил о награде, ожидающей праведников при жизни на земле и после смерти. Всевышний сказал. Сура 16, аят 97. Субтитры создавал DimaTorzok Правильная вера является непременным условием принятия праведных поступков. Более того, праведный поступок нельзя назвать праведным, если человек не исповедует правильные воззрения. К таким воззрениям относится твердая вера в сокровенное, подталкивающая человека к совершению обязательных и дополнительных праведных деяний. Если человек совмещает в себе веру и праведные деяния, то Аллах непременно одарит его прекрасной жизнью. Такой человек обретает душевный покой, уверенность и не совершает то, что может навредить его душе. А Всевышний Аллах одаряет его чистым пропитанием оттуда, откуда он его даже не ожидает. Когда же он расстается с мирской жизнью, Аллах вознаграждает его всевозможными благами из того, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Аллах вознаграждает его прекрасным образом как при жизни на земле, так и после смерти. Сура 16, аят 98 Священный Коран является самым славным и величественным из всех Писаний. Оно приводит в порядок души и открывает людям великие знания. Если человек собирается прочесть Писание Аллаха, то ему надлежит прибегнуть к покровительству Аллаха от проклятого сатаны, который вступает в жестокую битву с человеком, когда тот собирается совершить праведный поступок и мешает ему постичь смысл и значение коранических аятов. А для того, чтобы избежать козней сатаны, раб Аллаха должен обратиться за помощью к своему Господу. И поэтому перед чтением Корана следует сказать «Ищу убежище у Аллаха от проклятого сатаны». При этом следует вникнуть в смысл этих слов и всем сердцем устремиться к Аллаху в надежде отдалиться от сатаны и избавиться от его наущений и дурных мыслей. А это значит, что мусульманин должен облачиться в одежду веры и упования, воспользовавшись самым сильным оружием в борьбе против своего врага. Сура 16, аяты 99, 100 Дьяволы не обладают властью над праведниками, которые уверовали в единого Аллаха, не приобщают к нему сотоварищей и уповают на своего Господа. Они полагаются на его поддержку, и он оберегает их от козней сатаны, который не может найти дорогу к их сердцам. Воистину, сатана одерживает верх только над теми, кто избирает его своим покровителем. Это нечестивцы, которые отказались от покровительства Аллаха, предпочли повиноваться сатане и стали его поборниками. Они позволили ему овладеть их сердцами, и он подталкивает их к совершению грехов и ведет их в огненную преисподнюю. Сура 16, аят 101 Всевышний поведал о том, что грешники, которые отвергают священный Коран, пытаются найти оправдание своему неверию. Всевышний Аллах, будучи мудрым правителем, издает законы и заменяет одни предписания другими, руководствуясь божественной мудростью и милосердием. Однако неверующие используют это обстоятельство для того, чтобы уличить во лжи Божьего посланника. Они называют его выдумщиком и лжецом. Однако большая часть их ничего не ведает об этом. Они являются невеждами, которые не знают о своем Господе и его законодательстве. И совершенно очевидно, что не следует придавать значение упрекам невежд, которые лишены правильных познаний, поскольку критика должна опираться на знание того, что заслуживает похвалы, а что достойно порицания. Вот почему далее Всевышний поведал о мудрости не с послания одних предписаний вместо других и сказал. Сура 16, аят 102. Святой Дух – это ангел Джибриль, Божий посланник, который лишен недостатков, не передает доверия и избавлен от пороков. Он принес откровения, в котором записаны правдивые повествования, справедливые повеления и мудрые запреты, которые невозможно подвергнуть справедливой критике, ибо если они являются истиной, то все, что противоречит им, является сущей ложью. Коранические откровения не спосылались постепенно для того, чтобы укрепить веру мусульман. Благодаря этому истина постепенно проникает в их души, и укоренившиеся в их сердцах вера становятся подобно непоколебимым горам. Они знают, что небесное откровение является истиной, и если Аллах сначала не спосылает предписание, а затем аннулирует его, то они знают, что новое предписание ни в чем не уступает предыдущему или даже превосходит его. Они верят в то, что аннулирование религиозного предписания соответствует божественной мудрости и здравому смыслу. Однако коранические аяты не только усиливают убежденность правоверных, они являются для них верным руководством и благой вестью. Они открывают им глаза на истинную суть вещей, помогают им отличить истину от лжи, а прямой путь от заблуждения. А наряду с этим они напоминают им о прекрасном вознаграждении, с которым они никогда не расстанутся. Они не спосылались одно за другим, дабы верующие могли лучше разобраться в истине и тверже поверить в неспосланную благую весть. А если бы священный Коран был не спослан за один год, то людям было бы трудно разобраться в его предписаниях. Аллах не спосылал одно или несколько предписаний или благих повествований и позволял людям постичь их смысл и предназначение. Когда же они осознавали их смысл, Аллах не спосылал новые откровения. Благодаря этому сподвижники достигли больших высот и сумели избавиться от недостатков и дурного нрава. Они приукрасили себя замечательными нравственными качествами и праведными деяниями, благодаря которым они превзошли прежние и последующие поколения. Что же касается людей, которые пришли на смену праведным сподвижникам, то они должны изучать коранические откровения, воспитывать в себе благородные нравственные качества, освящать кораническим светом мрак невежества и заблуждения и считать Коран своим руководством во всех начинаниях. Только так они могут привести в порядок свои духовные и мирские дела. Сура 16, аят 103 Всевышний поведал о том, что многобожники отказываются уверовать в пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, ссылаясь на то, что он изучил свое писание от людей. Люди, которых они считали наставниками пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, были иноземцами и не говорили на арабском языке, тогда как священный Коран не спослан на ясном арабском языке. Являются ли их предположения правдоподобными? Стоит ли вообще делать такие предположения? Конечно же нет. Но когда лжецы собираются оболгать истину, они не думают о том, к чему может привести ложь. И все заканчивается тем, что их заявления оказываются настолько противоречивыми и порочными, что простое размышление над ними обязывает человека отвергнуть их. Сура 16, аят 104. Если люди отказываются уверовать в знамения Аллаха, которые ясно свидетельствуют о непреложной истине и отвергают их вместо того, чтобы признать, то Всевышний Аллах не наставляет их на прямой путь. Им предоставляется возможность встать на прямой путь, но они отказываются от нее, и поэтому лишение верного руководства и Божьей поддержки становится для них наказанием в мирской жизни, а после смерти их ожидает мучительное наказание. Сура 16, аят 105. Ложь измышляют грешники, которые продолжают упрямо сопротивляться Божьему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, после того, как они узрели ясные знамения. Ложь является их неотъемлемым качеством, и они более других заслуживают называться лжецами. Что же касается пророка Мухаммада, который уверовал в знамения Аллаха и смиренно покорился своему Господу, то невозможно представить, чтобы он лгал от имени Аллаха или возводил на него навет. Враги называли его лжецом, хотя сами заслуживали этого эпитета, и поэтому Аллах подверг их позору и унижению. И хвала за это надлежит только Всевышнему Аллаху. Сура 16, аят 106. Всевышний поведал об ужасной участи, которая уготована нечестивцам, отступившим от веры после того, как они обратились в ислам. Такие люди ослепли после того, как прозрели, и свернули с прямого пути после того, как встали на него. Они раскрыли свое сердце перед неверием, удовлетворились этим и почувствовали себя спокойно. А ведь они сильно разгневали милосердного Господа, и когда Господь гневается, никто не способен воспротивиться Ему. Напротив, все сущее начинает негодовать на ослушников. А наряду с этим они будут удостоены мучительного наказания, которому не будет конца. Сура 16, аяты 107-108 Они повернули, вспять, потому что возлюбили мирскую жизнь, устремились к земным благам и отказались от благополучия в последней жизни. Они отдали предпочтение неверию перед правой верой, и поэтому Аллах лишил их верного руководства и не повел их прямым путем. Неверие стало их неотъемлемым качеством, а их сердца оказались запечатанными и закрытыми для добра. Они лишились слуха и зрения и перестали обращать внимание на то, что могло принести им пользу. Беспечность окутала их со всех сторон, и они лишились Божьей поддержки и милости, несмотря на то, что милость Аллаха объемлет все сущее. Они отвергли ее, когда она явилась к ним, и отказались принять ее, когда им предложили сделать это. Сура 16, аят 109 Когда наступит день воскресения, беспечные нечестивцы окажутся в числе потерпевших убыток. Их жизнь будет погублена, и они лишатся своего богатства и своих семей. Они не будут наслаждаться вечным райским блаженством и будут удостоены мучительного наказания. Однако это наказание не коснется тех, кто был принужден к неверию, но не усомнился в вере и не потерял желание идти прямым путем. Такие люди не заслуживают порицания и не понесут бремя грехов. И это значит, что если человека заставляют признаться в неверии, то ему разрешается поступить таким образом. Из этого также следует, что если человека принуждают развестись со своей женой, освободить раба, продать или приобрести товар или подписать деловое соглашение, то его слова не имеют юридической силы, ибо если человек не несет ответственности за богохульство, которому его принуждают, то он тем более не несет ответственности за менее важные поступки, совершенные по принуждению. Сура 16, аят 110. Всевышний Господь, который воспитывает своих рабов, осеняя их добротой и заботой, прощает и милует тех, кто совершает переселение ради него, кто оставляет свое жилище и имущество в надежде снискать его благоволение, кто остается верующим мусульманином и сохраняет твердую убежденность, невзирая на искушения и испытания, которым его подвергали, кто сражается против врагов Аллаха словом и делом, пытаясь обратить их в религию своего Господа, кто терпеливо выполняет эти нелегкие предписания мусульманского шариата, не уподобляясь большинству людей. Это самый славный способ заслужить величайшее вознаграждение, которым является прощение и милость Аллаха. Если Аллах прощает своему рабу великие и малые грехи, то он избавляется от всего скверного и неприятного, а если Аллах осеняет его своей безграничной милостью, то он приводит в порядок свои мирские и духовные дела. А когда наступит день воскресения, он также оказывается в сене Божьей милости. Сура 16, аят 111. В этот день каждого человека будет беспокоить только его собственная судьба, и все остальные люди вообще не будут интересовать его. В этот день человек ощутит острую нужду даже в самом маленьком благодеянии, потому что каждая душа сполна получит воздаяние за свои добрые и злые поступки. Аллах не станет поступать с людьми несправедливо, приумножая совершенные ими злодеяния и уменьшая совершенные ими праведные поступки. Вот почему Кораническое Откровение гласит «Сегодня ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости, и вам воздастся только за то, что вы совершали». Сура 36, аят 54. Сура 16, аяты 112-113. Субтитры создавал DimaTorzok 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 никого, кроме своего Господа, и не забывайте о своем добродетеле. Аллах запретил употреблять в пищу только то, что причиняет людям вред. Он запретил употреблять в пищу мертвичину, которая относится все, кроме животных, заколотых в соответствии с мусульманским шариатом. Единственными исключениями из этого правила являются трупы рыб и саранчи. Аллах также запретил употреблять в пищу кровь, вытекающую из перерезанных сосудов животного. Этот запрет не распространяется на кровь, которая остается в сосудах или мясе. Также запрещается употреблять в пищу свинину, потому что свинья является грязным и мерзким животным. Под свининой подразумевается мясо свиньи, сало и другие части тела этого животного. Также запрещается употреблять в пищу животных, которые были принесены в жертву идолам или покойникам, поскольку подобное жертвоприношение является языческим. Но если человек вынужден поесть нечто запрещенное, например, если ему угрожает голодная смерть, то ему разрешается утолить голод, не приступая к пределу необходимого. Однако этот запрет сохраняет силу, если человек не испытывает острого голода, или имеет возможность утолить голод дозволенными благами, или собирается поесть больше, чем это необходимо для того, чтобы выжить. Таким образом, в этом откровении упоминается о земных щедротах, которые Аллах запретил употреблять в пищу. А затем Всевышний Аллах сказал. Сура 16, аяты 116-117. Не называйте земные щедроты дозволенными или запрещенными по своему усмотрению. Не измышляйте ложь от имени Аллаха и не возводите на него напраслену. В противном случае вы не обретете успеха ни при жизни на земле, ни после смерти, поскольку Аллах непременно опозорит вас. Если вы сможете насладиться мирскими благами, то это продлится недолго, а затем вы будете ввергнуты в преисподнюю, где вас ожидает мучительное наказание. Сура 16, аят 118. Всевышний Аллах запретил мусульманам употреблять в пищу только вредные и скверные продукты питания. Тем самым Аллах проявил сострадание по отношению к своим рабам и уберег их от скверны и нечистот. Что же касается иудеев, то им было запрещено употреблять в пищу некоторые чистые и полезные продукты в наказание за совершенное ими беззаконие. По этому поводу Всевышний Аллах сказал. Сура 16, аят 119. Сура 16, аят 119. Сура 16, аят 119. Сура 17, аят 119. Сура 17, аят 129. Сура 17, аят 129. Сура 17, аят 119. Всевышний призвал своих рабов покаяться и устремиться к Аллаху. Если человек совершает злодеяние, то он не ведает о тяжких последствиях своего проступка. И даже если он сознательно ослушается Аллаха, в момент совершения греха в его сердце все равно не хватает необходимого знания. И если после этого человек отречется от грехов, пожалеет о содеянном и станет совершать праведные поступки, то Аллах простит его и помилует. Его покаяние будет принято, и он станет таким, каким был до совершения греха или еще лучше. Сура 16, аят 120. Всевышний поведал о превосходстве своего возлюбленного Ибрахима, который был наделен возвышенными качествами и удивительными достоинствами. Он был образцом для подражания, в котором были воплощены самые замечательные качества. Он следовал прямым путем и наставлял на него людей. Он усердно поклонялся Аллаху, искренне служа ему одному. Он устремлялся к Аллаху с любовью и раскаянием и отворачивался от всего остального. Он не был из числа многобожников и не приобщал к Аллаху сотоварищей ни словом, ни делом. И благодаря этому он считается вождем всех преданных сторонников Единобожия. Сура 16, аяты со 121 по 123. Ибрахим благодарил Аллаха за мирские прелести, а также дарованные ему зримые и незримые блага. Он исправно выполнял свой долг, и поэтому Аллах сделал его своим возлюбленным избранником и одним из причистых творений и приближенных рабов. Аллах одарил его полезными знаниями и праведными деяниями, благодаря которым он встал на прямой путь, познал истину и отдал ей предпочтение перед всем остальным. В мирской жизни Аллах одарил его щедрым мирским уделом, прекрасной женой, праведным потомством и богоугодным нравом. А в последней жизни ему уготованы высокие горницы в непосредственной близости от Всевышнего Аллаха. А одним из величайших достоинств пророка Ибрахима стало повеление следовать его путем и брать с него пример, обращенное господину всего человечества и самому совершенному из посланников пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, и его последователям. Сура 16, аят 124. Соблюдать субботу в обязательном порядке было предписано тем, кто разошелся во мнениях по этому поводу. Это были иудеи, которые отказались почитать пятницу, после чего Аллах повелел им почитать субботу. Не будь между ними разногласий, этого бы не произошло, потому что самым славным днем недели является пятница. И право почитать этот замечательный день Всевышний Аллах подарил мусульманам. А когда наступит день воскресения, Аллах разъяснит людям, кто из них был прав, а кто ошибался, кто из них заслужил вознаграждение, а кто обречен на страдания. Сура 16, аят 125. О, Мухаммад! О, Мухаммад! Нужно начинать призыв к исламу с самых важных вопросов, которые люди могут понять и усвоить. Нужно относиться к людям с теплом и добротой, дабы им было легче принять истину. Если они прислушиваются к такому мудрому призыву, то нужно переходить к следующему, менее важному вопросу. Если же они откажутся принять истину, то нужно воспользоваться добрым увещеванием. Это значит, что после упоминания о повелениях и запретах религии проповедник должен привлечь и устрашить увещеваемых. Для этого можно сообщить о многочисленной пользе, которую приносит соблюдение Божьих законов, и огромном вреде, который приносит нарушение Божьих запретов. Можно рассказать о превосходстве тех, кто исповедует религию Аллаха, и низости тех, кто отворачивается от правой веры. Также можно поведать о вознаграждении, которое Аллах приготовил для покорных праведников при жизни на земле и после смерти, и наказании, которое ожидает ослушников в обоих мирах. И если после этого увещеваемый продолжает считать, что исповедуемые им воззрения являются правильными, или даже призывает мусульманского проповедника обратиться в его религию, то с ним разрешается вступить в спор. Однако вести такие дискуссии следует самым лучшим образом, дабы увещеваемому было легче разобраться в логических аргументах и священных текстах. Например, нужно постараться убедить оппонента в своей правоте, опираясь на доводы, которые он считает убедительными, поскольку таким образом легче добиться желаемого. Такие дискуссии не должны перерастать в злостные пререкания и перебранку, ибо это не приносит никаких полезных результатов. Тем более, что мусульмане должны вести проповедь для того, чтобы наставить окружающих на прямой путь, а не для того, чтобы одержать над ними верх. Воистину, Всевышний Аллах прекрасно осведомлен о причинах, которые подталкивают людей к заблуждению, и деяниях, которые обрекают человека на заблуждение, и поэтому грешники непременно получат воздаяние за свои грехи. А наряду с этим Аллах осведомлен о праведниках, которые достойны верного руководства. Именно поэтому Аллах наставляет их на прямой путь, осеняет их своей милостью и делает их своими избранниками. Сура 16, аят 126. Всевышний разрешил обиженным и угнетенным поступать со своими обидчиками по справедливости, но призвал проявлять великодушие и добродетель. О люди! Сура 16, аят 127. Сура 16, аят 127. Сура 17, аят 128. Сура 17, аят 128. О Мухаммад, будь терпелив, потому что терпение поможет тебе в трудную минуту и укрепить твой дух. Не скорби по грешникам, если ты увидишь, что они отказываются ответить на твой призыв. Воистину, скорбь не принесет тебе никакой пользы. И не печалься, если они станут строить против тебя злые козни. Воистину, злые происки неверующих обернутся против них самих. Ты боишься Аллаха и делаешь добро, и Всевышний Аллах всегда помогает и указывает на прямой путь тем, кто богобоязнен и творит добро. Такие праведники опасаются неверия и ослушания, искренне поклоняются Аллаху так, словно видят Его, и даже если они не видят Его, им прекрасно известно, что Аллах наблюдает за ними. А наряду с этим они делают добро Божьим творениям и делают все возможное для того, чтобы оказать им услугу. Господи, сделай нас одними из тех, кто богобоязнен и творит добро. Спасибо. Продолжение следует...